Так, мои хорошие, провели мы с вами прямой эфир, классно поболтали, но в конце, знаете, уже все. Зарядка там, не зарядка, а интернет не ловил, поэтому мне пришлось закруглиться. Сейчас я вам покажу, что я купила за 261 доллар 55 центов. Я горжусь, когда я, знаете, не транжирую деньги, потому что когда муж приходит в Коско, он, я вам уже говорила, да, как минимум 500 долларов тратит. 500-700 у него так выходит, потому что он берет всякую ерунду, а я взяла все необходимое. Значит, я купила вот такой вот хлеб, его очень хвалят в Коско группе, наша русскоговорящая группа в Коско, есть такая группа в общем, в фейсбуке, и там все-все-все хвалят, это крамбри валнет, то есть это крамбри, вот эти вот красные ягоды, забыла, как будет на русском, и валнет, орехи. Вот такой хлеб, он стоит, я уже сказала, да, 9 долларов. Ой, они же мне это в коробку засунули, мне нужно теперь с коробки это вытаскивать. Так лучше, ой, нет, нет, я так не вытащу, ладно, давайте я сейчас тогда... Она очень тяжелая. Сейчас. Взяла вот такой сыр, у меня очень дети любят, на палочках, не на палочках, а палочки. Виноград, я вам уже показала виноград. Взяла вот такой тертый сыр. Тут несколько чадер, в общем, 4 разновидности сыра. Он стоил где-то... Так, сыр где-то стоил 15 долларов. Да, 15 долларов, не где-то, а точно. А вот этот сыр стоил, да, тоже где-то 15 долларов. Вот. Виноград я вам уже показывала, мы его с вами вместе брали. Вот этот сыр я просто обожаю. Борсин вот. Мне очень он нравится. Это вот garlic fine herbs, то есть тут чеснок со специями. Очень вкусный. И он еще был на селе. Я забыла, сколько он стоил. Но там было, кажется, 4-5 долларов с села. Но он стоит меньше 10 долларов, кажется. Потом взяла вот такой бред с чурки. Видите, это сразу 3. Коска всего большое. Чурки. Он стоил 12 долларов. Мне там задали вопрос, что кто-то из блогеров сказал, что Коска очень плохой магазин, что американцы туда не ходят. Коска один из лучших магазинов, который американцы обожают. Так же вот как Trader Joe's, да. Но просто маленькие магазины, они все-таки другие. Там просто более можете найти такие специальные вкусняшки, как вот в Коска, да, или там в Whole Foods. Но Коска считается тоже очень хорошим магазином. Он просто огромен. Вот. Это все-таки считается wholesale. Вот. Но очень много там органик. Есть такой же магазин, как, например, как это называется? А я забыла. Есть еще один, который принадлежит Walmart. Самскла. Вот он дурацкий, да. Он намного дешевле, и он еще и дурацкий. Взяла вот такие огурчики. Это огурчики, которые напоминают вот наши малосоленые. Мне очень они нравятся. Они стоили где-то 6 долларов. Взяла вот такой сыр. Мантеры и Джак. Он стоил всего лишь 5 долларов. Но смотрите, здесь 1 килограмм сыра. Он не порезанный, но ничего. Кстати, у меня дети очень любят вот эти вот сардины. Я просто удивляюсь, откуда у Джеймоса на любовь к сардинам. И Севинч тоже любит. Вот это вот 6 штук тут. Это, видите, они дикие. Virgin Olive Oil, то есть оливковое масло. То есть они пойманы в Pacific Ocean. Вот. И там 6 штук. Стоят они 10 долларов. 10 или 12 долларов. Сейчас точно не помню. Потом дела вот обязательно я беру вот эти итальянские dry salami. Меня Джеймосон любит салями. Но они, знаете, вот эти, они такие суховатые. Ему нравятся более жирные, но у них нет. У них только Columbus. Я не помню, сколько они стоили. Из мяса я только взяла вот органический биф, органический фарш. Он стоил 24 долларов. Ну, взяла вот огурцы, вы уже это видели. А, взяла вот 10 или 12 долларов. Это красный маринованный. Красный маринад. Органик тоже, видите? А, еще взяла вот такие вот. Еще взяла вот органический. Вот органик написано. Из-за твердых сортов. Спагетти. Так. Все, да, вроде бы. Ой. Все, а теперь. Видите, они мне дали вот в такой короткий. Ой, ее я сама тут бы не подняла. Поэтому сюда я переложила сначала. Так. Вот. А, нет, это еще не все. Это еще не все, мои хорошие. Ой. Так. Взяла вот два, две коробки яиц. Две пачки. Ой, давай, двигайся туда. Они стоили где-то 6 долларов. Каждая, ну, 12 долларов. Взяла вот такой вот тоже органик, да или нет? А, органик, это, оказывается, органик. Ну, ладно. Оранж, джюс. Там был органик, я просто ошиблась, не тот взяла. Да, органик там только две штуки, а вот эти вот три штуки. Ну, ладно. Потом обязательно я беру молоко, тоже органик. Тут три штучки. Я беру всегда две пачки детям. Вот вторая пачка, потому что нам не хватает, чтобы туда-сюда не бегать постоянно. И купила вот такие вот динозаврики. Это чикен наггетс, это курица. Детям нравится именно, чтобы были динозаврики. Иногда я им это делаю, когда у меня нет времени, например, приготовить или в школу даю. Два хлеба вот такого для сэндвича. Я его не ем, но дети любят. Взяла чипсы, потому что иногда у меня дети любят поесть чипсы, но вот эти вот они, по крайней мере, из овощей. Они очень вкусные, я попробовала. Я раньше тоже брала, только вот другой фирмы, это вот Тара, это я никогда не пробовала. Тут, значит, сладкая картошка, вот, Тару какой-то. Ну, в общем, вот, вегетовая. Ну, она вкусная очень, я попробовала. Потом, а, стоили, она была на 3 доллара, 3 доллара сэл там было, 6 с чем-то своя цена, продавали за 3 с чем-то. Я потом подумала, надо было 2 штуки взять, потому что когда в Коске что-то на сэл, это вообще классный дел. Это стоило с вами, сколько там, 10, да, долларов, кажется. Вы уже были у меня на прямом эфире. Это тоже где-то 10 долларов. Я купила куки микс, вот тоже органик, потому что дети у меня любят иногда что-то испечь со мной вместе, а это легко, просто миксуешь там, кое-что добавляешь. А вот, видите, добавляете тут сливочное масло и яйцо, и воду, вот. Детям это нравится, я беру иногда. Вот, и все, моя хорошая, а теперь уже точно все. Так, у нас сколько времени? Время у нас уже больше часа, поехали домой. Так, хочу вам показать в разрезе этот хлеб, который мы купили. Вы не представляете, как он пахнет. Боже, ну насколько вкусный хлеб. Вот когда говорят, что в Америке хлеб невозможно есть, я не совсем понимаю, когда люди так говорят, и блогеры некоторые. В Америке есть разный хлеб, даже есть наши узбекские лепешки. Это только нужно знать, где покупать, потому что есть такое понятие, как разновидность хлеба. Есть разный хлеб для разных случаях. Вот, например, вот этот хлеб, который все хает, да, ну вот, это для сэндвичей. Тоже есть разнообразный таких хлеб, ну, разный, разный. Вы выбираете, но это для сэндвичей. Ну вот такого хлеба тоже очень много в Америке. Есть очень много разных магазинов. Ой, какой он вкусный. Это не передать словами. Приехала домой, теперь готовлю плов. Я хотела вам показать, какой рис я использую для плова, хотя вообще-то лучше использовать басмати, но в Коско нету басмати, поэтому там я беру джасминтай. Тоже нормально. Все равно, вот как настоящий ташкентский рис, который мы используем, такого тут нет. В Ташкенте используют, в Узбекистане, используют специальный рис, то есть там должно быть все на костре, да. Вот эту всю технику настоящего приготовления плова я знаю. Во-первых, морковь должна быть желтая, не красная. У нас нет желтой моркови, но можно найти. Но в основном красная морковь. Обязательно баранина с косточкой, да. Вот. Но я готовлю как бы упрощенный вид плова. Вот я использую от Киркланд. Такая Коско. Тай, ом. Что-то там малый. Jasmine rice. Вот. Ну, мне нравится. Вот у меня уже все. У меня этот морковь не было длинной, только вот короткая, маленькая вот эта вот baby carrots. Поэтому я ее порезала. Была в Коско сегодня, да, и забыла. И забыла взять помидоры черри вот эти. Не маленькие, которые, а вот большие черри. Там вкуснейшие такие. Томаты очень вкусные. Тоже забыла. Так. И вообще надо использовать желтый макез. Ну, вот желтый, как это называется, сушеный виноград. Я использую вот черный, потому что он у меня только есть. Больше у меня никакого нет. Вот. Ну, давай. Скоро буду добавлять рис. Ну, еще не совсем скоро, вот полчаса. И все. Буду добавлять рис. Субтитры сделал DimaTorzok